Привет-привет, мои хорошие, рада вас приветствовать. Сейчас Рома ездил, получил заказ в Faberlico. Ну и собирались мы сейчас с детьми. Тут, конечно, такая история была. Значит, купила я им вчера в фикс-прайсе Артему и Диане. Купила два таких блокнота с пупытами. Ну и Диане надо было же показать, похвастаться. Тут увидела Таня этот блокнот. И она как вцепилась в него, мол, я тебе его не отдам. Ладно, отбили мы этот блокнот, убрали в сумку. И, значит, Таня ходила и посла эту сумку. Она от нее просто не отходила. И надо было этот блокнот. Вот, у меня Рома говорит, Оксана, сколько он стоил, ну, чтобы поехать, докупить ей этот браслет? Я говорю, слушай, но он не мог дешево стоять, наверное, рублей 200. Я брала его сверху, а не было ценника и даже не знаю. Разложила все им маленькие сумочки. Вчера, представляете, купила две косметички. Одну голубую такую вот, одну серую. И сразу в магазине не посмотрела. У голубой. Девчонки, давайте потише. Они с тортиком тут пришли. Лид, ну не делай ей так, пожалуйста. Лид, ну зачем ты ломаешь ее цветочек? Не ломай, пожалуйста. Кушай, Тань. Девочки, мы тут выясняем отношения. И не посмотрела в одной косметичке. Значит, представляете, ручка была внутри. А во второй серой не было. Я думаю, ну, отлично. Взяла я вчера, то есть надо было смотреть. Поэтому, если вы надумаете брать такие вот косметички, открывайте, проверяйте в магазине, чтобы была там в наличии ручка. И сейчас собрали уже. Так, тихо, девочки. Тихо. Я же снимаю тут. Да, тут две колбаски. Значит, и поедем сейчас провожать детей на поезд. Ехать им чуть больше суток. Понабрали они там всяких вкусняшек. Всего-всего. На обратную дорогу нам сказали сдать по 500 рублей на ребенка. Что они сухпайки там будут покупать. И уже давать. И еще. Сейчас Рома привез же он заказ с Фаберлик. И еще кое-что привез. Ну ладно, об этом сейчас попозже расскажу. И сейчас сижу, смотрю. Я с Фаберлик заказала. Девчонки. Ну вот такие вот чехлы. Вот они у меня тут. Их несколько штук. Реально прикольные. Мне они очень понравились. Они плотная такая ткань. С одной стороны они прозрачные. То есть, знаете, одеяло, подушки сложить. Вообще что-то такое. На молнии. И сами по себе мне нравится такой цвет. Для меня он мятный. Вам не знаю, как еще камера передаст. И крепкий. Очень хорошо все прошито. Классный. И я вот взяла. Почему взяла? Потому что я уже брала другие чехлы. Мне понравилось качество именно. Если вам интересно, знаете, какой у него артикул. Какой артикул? Не знаю. Сейчас посмотрим. Где тут артикул посмотреть? Вот артикул. А, артикул 91-01-61. Вот. Тут в уголку нашла. Все. Что тут это? Что-то зависло. Думаю, а где артикул посмотреть? Ну, классные чехлы. Вот. Он вот так вот выглядит в итоге. Удобно. Ну, говорю, что. Вот какие-то одеяла, подушки сложить. Потом вещи, которые, допустим, ты сейчас ими не пользуешься. Какие-то объемные вещи. Куртки весенние, осенние. И я вот хочу сложить. Я не знаю, девчонки, у меня проблема с этими, с мешками, которые вакуумные. Потому что покупала я разные мешки вакуумные. Вот раньше были фаберлики, у них были хорошие мешки. Сейчас у них их нету. Вообще жаль. А те мешки, которые покупала, заказывала как-то на маркетплейсах, заказывала. И ты вроде как упакуешь все, но потом буквально через какое-то время ты смотришь, и этот пакет уже наполнился воздухом. То есть смысла нет. Ну, я решила-то, я думаю, ну, если нет смысла в этих вакуумных, тогда проще взять вот такую вещь на молнии. Будет это удобно. И вот я взяла этих чехлов. У меня их тут целая куча. Еще тоже взяла попробовать, заказала это пищевые дрожжи, которые якобы очень-очень полезные. Тут у них написано о том, что употреблять одну столовую ложку, запить стаканом воды или добавить в овощное пюре соус, суп, салат. Ну, и здесь целая куча всего, чем же он так полезен. И артикул 1577-2. Вот эту вот штуку маска для глубокого очищения. Заказала попробовать, хочу посмотреть, что за масочка. Я еще такую маску не заказывала, первый раз заказала. Ну, и, конечно же, пятновый водитель, мой любимка. Закончился у меня, поэтому вчера в фикс прайсе взяла другой. И порошочек взяла таких вот пачечек классных. Вот, ну, вот такой вот у меня заказ. И дальше, что еще хотел сказать, наконец-таки появились в магазине мои любимые гранаты. Это, знаете, самая вкусная селедка в ноябре. Ну, ноябрь, декабрь, самая вкусная селедка. И самая вкусная, самые вкусные гранаты, это уже третья половина, то есть после 20-го числа, это гранаты привозят. По крайней мере, у нас их так привозят, азербайджанские. Выглядят они, девчонки, не очень красиво. Сейчас покажу, как они выглядят. Посмотрите, ну, вот, вот так вот это все выглядит. Они не очень красиво, потому что бывает, что в магазинах, ну, видите, они как, бывают в магазинах очень красивые гранаты. Но вот эти вот азербайджанские гранаты, да, Тань, ты как раз только, тебе только видео сейчас сниматься в твоей кофточке после рисования. И вот эти гранаты, когда разрезаешь, они внутри такие черные и насыщенно такого сладкого вкуса с легкой кислинкой. Очень вкусные гранаты. Ну, и, значит, прикол. Рома заезжает, берет сначала пакет один, потом дня через три заезжает, берет еще один пакет, а пакет он берет большой, чтобы вы понимали, это вот такой вот с ручками майка, да. И берет второй и сегодня заезжает, ну, я не знаю, сколько дней прошло, наверное, дня два или три прошло после того, как он брал пакет. И у него такие спрашивают в магазине, что вы с ними делаете, с этими гранатами, вы так много берете. Я Роме говорю, ну, Ром, ты хотя бы сказал, что у тебя дома шесть родителей и гранаты очень хорошо любят и хорошо едят. Он такой, нет, я просто сказала, что у меня жена их очень любит и их хорошо ест. Я такая сижу и думаю, с ним в этот магазин заходить нельзя. Думаю, ну, вот чтоб я подумала, еще он такой стройненький, да, и я такая тумба-юмба. И приду такая, скажу, ну, нифига себе она жрет пакетами эти гранаты, да, дочь? Вот, вот такие вот дела. Ладно, сейчас немножко покажу, как будем провожать детей. Не знаю, может быть, еще что-то покажу. Всем привет. Сейчас повезу детей уже на поезд. Вот, они уже собрались, там сумками стоят. Сейчас буду помогать везти. Так, все, с одинаковыми сумками. А, это, Диан, тебе привязали, да, на ручку, чтоб вы не... Да? Такие баулы еще от продуктов. Полный газоновский пакет, блин. Вы как на целый год, блин. Сейчас я багажник открою, в багажник положим сумки. У нас снега столько намело за это время. Сегодня достаточно прохладно. Вот. Выехали, все. Артемка радостно, счастливый. У нас два вокзала в городе. И, получается, я не знаю, как-то они странно выбрали. То есть, у нас обычно на первом вокзале дольше стоят поезда. То есть, прилично дольше. То есть, если там минут пять стоит, то здесь минут 15-20, да. Как бы, не знаю, как они так решили. Все-таки дети. Вот. Ну, а обычно так. То есть, все поезда, которые останавливаются у нас, как-то вот так. Может быть, как-то они там переиграли, я не знаю. Но факт в том, что интересный выбор. Вот мы там едем в город. Как-то так. Так что вот так вот у вас получился полный багажничек. Машинка маленькая. Так. Так, давай. Сначала вот этот пакет. Вот это Артемин, это мой. Потому что у него больше. Да? Потому что... Я помню. Давай, конечно. Спасибо. Что, Артем-то был, да, у нас в этом лагере? А Диана не было еще, да? Я еще никогда не была. А? В Семении я не был. Как не был? Я в этом лагере. Вон она была. Вон она была. Вон она была. Так, все, а у нас была. Вот они, конечно, сходи. Ян, я... А, кстати, попросили не заходить на ЖД вокзал, чтобы не было массовки. Много народу. Пусть дети заходят. И все. Но мне кажется, все равно на провожатых найти. Так сказать, передать детей. И потом уже... Ян, давайте помочь. Да, на ЖД вокзал не дали зайти. Быстренько. Тут же на входе забрали сумки. Дали какие-то бумажки. Дали время попрощаться. И сказали, все, давайте, пока. Ну и все, попрощался. В общем, все. Надеюсь, что будет все благополучно. А сейчас едут домой. Все, на этом всем пока. Тут наша Анютка. Я говорю, давайте тоже поснимаю. Давно тебя никто не видел. Это капец какой-то. Она отказывается. Лежит тут, балдежничает. Да. Ну, расскажи, как твои дела? Как школа твоя закончилась? Отлично. Так, какие у тебя планы на каникулы? Почему ты не захотела ехать тоже в санаторий? Такое нельзя говорить на ковер. Почему? Сейчас кто-нибудь подумает вообще, что неплохое. Нет. Просто не хочется. Да ладно, говори, что ты с друзьями хочешь отмечать. Я-то знаю, что тут. Все тоже были молодыми, что ты думаешь? Не знают. Чего у тебя там за коробкой лежит? А вот. Зачем он тебе? Я у тебя потихоньку забрала. Я сюда подарок куплю. Подарок? Для кого такой огромный подарок будет? А? С вами. Не скажу. Почему не скажешь? Давай, рассказывай, колись. А этот человек видео смотрит. А этот человек видео смотрит? А, вот оно как. Понятно, понятно. Теперь понятно. Тут у нас Нюте купили сюда вот такой вот шкаф. Ты тоже что-то положила? А еще ничего не положила? Ну так ничего, да? Ну, без этих, без ручек. Там что, у тебя это? А здесь можно открывать? Здесь можно. Так, а там что было, что не надо было открывать? Там были носочки, попровночки, нижнее белье. Ага. Так бы на весь страну все показали. На нижнем белье. Ну, это все аккуратненько. Да? Ты хочешь сказать, все чисто, грязного нет? Ну, это все аккуратненько. Ладно, передавай привет всем, кто тебя знает. Всем привет. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok